Здравствуйте! Вот и дошла очередь до елей. Изначально мы хотели поступить как с пихтами, дать обзор зимующих видов, а потом сделать хит-парад самых интересных сортов. Но если выбирая сорта пихт для хит-парада у нас было какое-то согласие, то с елями оказалось все сложнее. У каждого из нашей команды есть свой список любимых сортов, и они редко пересекаются. Нам пришлось бы делать хит-парад из 50 или даже 60 сортов. Боюсь, что даже самые верные подписчики канала вряд ли бы досмотрели хотя бы до середины. Поэтому было принято решение сделать несколько сюжетов, посвященных видовому и сортовому разнообразию елей. Начнем мы со всем известной красавицы ели обыкновенной. Это единственный аборигенный вид для средней полосы России. Ни сизая, ни колючая, ни аянская, ни какие-то другие виды, естественно, у нас не произрастают. А вот еля обыкновенная растет и образует многочисленные массивные леса. Возможно, именно поэтому ель обыкновенную используют как новогоднее дерево, а не пихту, как, например, на Западе. И тем не менее, несмотря на то, что ни одно Рождество и Новый год не обходятся без европейской ели, это растение окружает всевозможные мрачные мифы и легенды. Еще несколько лет назад, когда вся страна повально увлекалась феншоем, к нам на площадку регулярно приходили покупатели, которые говорили, «Только не предлагайте нам ели!» Они привлекают злых духов. Помню, я очень удивлялась этому и все думала, как, например, в Blue Planet миниатюрная елочка в 10-летнем возрасте, достигающая не более 15-20 сантиметров и напоминающая по форме земной шар, может привлечь злых духов. Каких? Ну, разве что мышиных только. Однако, любые приметы и суеверия не берутся на пустом месте. И это также касается нашей ели. Дело в том, что ели обыкновенные из-за поверхностной корневой системы являются ветровальной породой. Вспомните, очень часто после урагана в лесу мы видим поваленные ветром деревья. И это в основном ели. Вот из-за своей ветровальности и появилась у наших предков поверье, что ели рядом с домом сажать нельзя. Это к несчастью. Ну, кто же хочет остаться без крыши? Как вы понимаете, это не касается корликовых сортов. Они не разрушат ваш дом и ничего, кроме радости, вам не принесут. Тем более, что в уходе она неприхотлива. Укрывать от холода не нужно. Весенние ожоги ей не страшны. Никаких хлопот. Весь уход сводится к поливу и пропулке приствольных кругов. Обыкновенная ель, как и большинство растений, предпочитает солнечные места. Но являясь теневыносливой культурой, вполне меряется из-за тенения. К почвенным условиям не требовательно, но оптимальным для нее будет плодородный, воздухопроницаемый грунт. Но самым главным достоинством обыкновенной ели является, что наша с вами 30-метровая красавица стала родоначальником интереснейших сортов. О самых интересных я сейчас вам и расскажу. По уже сложившейся традиции мы выбрали 10 наиболее интересных сортов. Десятое место мы отдали Нидиформис. Сорт был выведен в Германии более 100 лет назад. Но, несмотря на это, до сих пор любим и популярен у садоводов. Сорт интересен тем, что все ветви расположены параллельно земле. За счет этого взрослый Нидиформис чем-то похож на живой зеленый стол, а молодые экземпляры на птичье гнездо. В нашем регионе к 10 годам этот сорт достигает 40-60 сантиметров в высоту и чуть больше метра в диаметре. Девятое место. В нашем рейтинге получила вергата. Или, как ее иногда называют, змеевидная елка. Вергата словно гадкий утенок. В молодом возрасте выглядит очень непривлекательно, угловато, а иногда даже нелепо. Большинство садоводов, увидев молодую вергату, восклицают. Какой ужас! Уберите это безобразие с моих глаз и никогда больше мне его не предлагайте. Но с возрастом она превращается в сказочное создание. Однако это растение могут позволить себе люди только с большим участком, так как нужно быть готовым к тому, что растение может достичь 12 метров в высоту и порядка 12 метров в диаметре. Несмотря на то, что сорт введен в культуру во Франции еще в 1853 году, мало кто сталкивается с ним в продаже. Это была природная мутация. В дикой природе и сейчас можно встретить целые рощи со змеевидными елями. Сорт стерилен и размножается исключительно вегетативно. Если в продаже не найдете вергата, то можете заменить ее на кранстане. Эти сорта очень похожи, но кранстане более кустистые. Восьмое место по праву занимает моя любимица – акракона. Она продолжает серию змеевидных елей. Сорт был обнаружен в 1890 году в Швеции. Компактный, медленно растущий. Сорт в 30-летнем возрасте, согласно каталогам, не превышает 4-5 метров. Однако на моей практике самая большая акракона, которую я видела, была где-то около 2 метров высотой. Отличительным признаком этого сорта является то, что женские шишки располагаются на концах ветвей. Представьте себе, как интересно выглядит эта ель, вся усыпанная красными, еще не вызревшими шишками. В этот период она похожа на мифическое животное. Седьмое место мы отдали самому маленькому сорту змеевидных елей – пуш. Эта ведьмина метла была найдена в Германии в 1975 году на акраконе. Сорт поистине карлик из карликов. В 10-летнем возрасте пуш не более 45 сантиметров. Так же, как и на акраконе, шишки располагаются на конце побегов. Издали это растение можно спутать с каким-то редким экзотическим цветком. Шестое место. Пицца абиес инверса. Сорт был введен в культуру в середине 19 века. Инверса плакучая форма характеризуется отсутствием центрального побега. Часто привывается на штамп, от высоты которого зависит будущая высота. При этом крона выглядит почти колоновидной, с не спадающими вниз ветвями. Очень красиво, когда нижние ветки лежат на земле. Сейчас на рынке много сортов с плакучей кроной. На мой взгляд, эти сорта мало чем отличаются друг от друга. Но думаю, что лекционеры со мной опять не согласятся. Пятое место. Пятое место занимает пицца абиес аурея. Несмотря на то, что аурея старый сорт, известным коллекционерам еще с середины 19 века, он мало распространен у наших садоводов. Размер, форма и скорость роста полностью повторяют обычную ель. Однако весной, в момент распускания почек, эта ель словно покрыта золотом. Молодой прирост ярко-желтого цвета, затем нежно-зеленый, переходящий в салатовый и в итоге обычный зеленый. Однако у этого сорта есть один неприятный момент. Иногда она повреждается солнечными ожогами, что обычно не свойственно ни для видовой европейской ели, ни для ее сортов. Четвертое место. В нашем хит-параде занимает Гиллзверк. Это немецкий сорт был найден в знаменитом питомнике Брюнс в середине 70-х годов. Дословно переводится как Карли Куилла. Сорт отличается очень медленным ростом и в 10-летнем возрасте не превышает полтора метра. Это растение хорошо смотрится как в одиночных посадках, так и в группах. Тройку призеров открывает маленькая елочка, Литл Джем. Ее ежегодный прирост не превышает 2 сантиметров, а в 10-летнем возрасте она будет около 20 сантиметров в высоту и не более 30 в диаметре. По форме она похожа на очень милую плюшку с мелкой хвоей. Сорт может подпревать, поэтому старайтесь осенью смахивать листья, которые будут падать на нее в соседних деревьях. Второе место. Второе место мы отдали сорту, который в свое время вызвал у нас много споров. Это Лаки Страйк. Подозреваю, что свое название он получил в честь знаменитой марки сигарет. Но так как сейчас ведется активная кампания против табачных изделий, этот сорт, скорее всего, будет продаваться под своим вторым названием – Ломбардсти. Но не этот факт стал нашим камнем преткновения. Дело в том, что Лаки Страйк не очень-то похож на ель, тем более на ель обыкновенную. Глядя на нее, больше угадываются черты пунгенс, то есть черты ели колючей. И многие питомники продают ее как сорт колючей ели. Однако при более близком анализе становится понятно, что без обыкновенной ели здесь не обошлось. Скорее всего, этот сорт получился в результате случайного скрещивания. Пицца абиа с акракона и пицца пунгенс. Но это всего лишь версия, не более того. На самом деле не важно, к какому виду относится Лаки Страйк, к обыкновенной или колючей. Важно, что этот сорт прекрасен, хорошо зимует в наших условиях. А споры о происхождении этого сорта мы оставим систематикам и селекционерам. Ну и кто у нас занимает первое место? А первое место мы отдали сразу двум сортам – Курэнта и Райдал. Эти сорта в свое время взорвали интернет. И неудивительно, еле обыкновенная с красным молодым приростом. Такого еще не было. Если белым и желтым приростом уже никого не удивить, то вот красным – да. В действительности, правда, эти сорта не такие уж и новые. Говорят, что впервые они были найдены в 1978 году, но до нашего рынка дошли совсем недавно. Мы, к примеру, никогда их не привозили, а только слышали и тихо завидовали коллегам, которым удалось поработать с этими елями. По размерам эти два сорта нельзя назвать карликами. В интернете гуляют фотографии, где некоторые экземпляры перевалили отметку 5 метров. И если честно, они очень похожи между собой. Хотя говорят, что у Райдала более темная хвоя, а приросты более яркие. А у Курэнты хвоя более светлая, а крона более рыхлая. Красный молодой прирост действительно смотрится необычно и эффектно. Однако этот период декоративности короткий – не более двух недель. В этом году мы впервые привезем эти ели. И уже не в теории, а на практике сможем оценить эти сорта. Надеюсь, что ни нас, ни вас они не разочаруют. На этом все. До скорых встреч в нашем садовом центре.